Только ящики все лежат уже на полу, а люди просто не понимают, что происходит. И все это на первом этаже в муниципальной библиотеке. В общем, примерно вот так это все происходило. В общем, это ускоренные, по-моему, 3 или 4 ролика, которые мы записали, там общая длительность, наверное, минут на 30, которые мы в итоге отправили в Хабаровск нашим визуализаторам, чтобы они хоть что-нибудь поняли вообще, что мы имеем в виду. Ну и вот таким образом начало появляться следующий слайд. Оказалось, что так понятнее. Язык жестов оказался сильнее, в общем. Да, дальше посыпались концепты более похожие на то, что нам было нужно. Это, конечно же, тоже ничего не утвержденное, но первые наброски выглядели вот таким вот образом. Это такой тоже трехмерный объект, его можно было бы вращать, но при его вращении, при рассмотрении с другого ракурса, выглядел он довольно странновато. Можно следующий слайд. Странновато, ты, кстати, мягко сказал. Вот еще один из вариантов, который был и плоским, и можно еще дальше следующий слайд. И он имел объем еще, вот такой. Но не читаемый, к сожалению. Очень странно. Мы очень долго пытались понять, что там написано, глядя на картинку справа внизу. Ну, вот так понять, как будто бы мы не знаем вообще, о чем идет речь. Нам ничего не удалось. Ну, здесь неплохой заход, и, возможно, где-то это еще будет использовано когда-нибудь. И следующий слайд, пожалуйста. В плоской графике это выглядело бы вот так. Вот видите, вот конструктор, собирается буковка, и каким-то образом формируется что-то. Что-то из каких-то деталей формируется, нечто целое. Фактер прикольный, но как сюда напитать локальных брендов, да, что-то получился тот сам портфель, о котором мы говорим, совершенно непонятно. Дальше. И вот так вот, наконец, начало появляться более-менее что-то понятное, и то, к чему мы, в общем-то, хотели прийти. Это были первые очертания. Пламя горит. А потом эта форма, естественно, его лекционировала долгое время. Можно следующий слайд. Она превращалась в факел. Поэтому мы здесь сегодня. Поэтому мы настаивали на том, что презентация проходила в кинотеатре факел. Можно следующий слайд. Да, следующий слайд. И затем вот появилось нечто подобное. Пока цвета еще гуляли, еще пробовали разные варианты. Да, и шрифты менялись, и цвета менялись. Ну, уже наклевывалось что-то. Ну и, наконец, следующий слайд. Появилась некая вот такая вот форма. И цвет. Опять же, форма – это некий венец. Да, дальше вы узнаете, что это не основной гвоздь программы. Что это такое? На что это похоже? Да, единственная оговорочка нужно сделать. Мне кажется, что у нас картинка немножко растянута, и он не до конца квадратный. Ну, есть немножко, да. Можно следующий слайд? На что это похоже? Кусок кремлевской стены. Замечательно. Кораблик бумажный. Что еще? Лицыки пламени. Ага. Корона. Буква К. Ага. Ну, конечно, буква К здесь есть, да. Буква К здесь есть, и что это такое? Это, может быть, это пламя, которое горит в сердцах тех первостроителей, которые сюда пришли. Может быть, это то, что напоминать будет какую-то звездочку, да, которую часто там… Мы видим, мы к ним привыкли. Это, это, не знаю, это флажок. Искра. Это искра. Комсомольск – город, который, вы помните, да, Комсомольск – это город, который мобилизуется под большие задачи. То есть зажигается что-то, что-то зажигается, и вот что-то после этого происходит. И здесь вложен примерно, ну, один из смыслов, который сюда вложен, вот он следующий, да. Можно следующий слайд, садик. Прису, там, к вам, садик. Значок, который можно использовать с надписью, можно использовать без надписи. У него дальше еще будут упрощенные формы. И следующий слайд, это все-таки еще остается трехмерным объектом, который, в общем, можно тоже создать в пространстве. Его можно поворачивать как угодно, его можно использовать как угодно, грубо говоря, там, можно даже на ножки надевать. Да, его можно перевернуть, получается, табуретка. Наша задача была вывести графику в реальное пространство, сделать так, чтобы это можно было использовать и в промышленном дизайне. Мы спокойно должны понимать, что из этого может получиться, не знаю, скамейка в парке или какой-то большой крупный объект. Такой некий элемент, в общем-то, конструктор, кусочек. У нас есть упрощенные версии, можно дальше, там будет, можно побыстрее сейчас будет их пролистать. Есть упрощенные версии, они будут выглядеть примерно вот так. Но сейчас, вот этот монохром, он очень модный. Опять же, с надписью. Опять же, если не позволяет напечатать как-то где-то на маленькой поверхности, то можно взять упрощенную такую версию. Но обязательно, обязательно трехмерность, да, соблюдается трехмерность. Ну и поддержка словом, конечно же, была реализована. Да, есть, конечно же, и поддержка словом. Тут долгая история, ну давай, наверное, вот и о поддержке словом. Костя? Отдельный был пласт заданий, очень интересный. То есть выйти за пределы графики и придумать также маркеры вирусные, словесные, которые могли бы сами по себе нас идентифицировать как комсомольчан. Вот мы придумали такую интересную конструкцию, которая задействует написание городов и в пародийной, ну, коридоре пародии говорит что-то о городе. Например, каток на Амуре, наводнение на Амуре, город на заре. Представим себе, что человек идет с футболкой, на котором даже нет или трехмерной буквы К, и это уже само по себе может говорить о его принадлежности. Ну, то есть в чате, как в твиттерах, в контакте люди, если пишут вот так через дефисы, не знаю, что они говорят. Это любые мероприятия, это любые пространства. Это, как вы видите, уже последняя строчка во втором столбике, это прям тех на Амуре предприятия, которые насошли в автосер и уже существуют. И, ну, я уж не знаю, совпало или кто-то повлиял, но они фактически проектировались по наших задумокам. Здесь был еще фестиваль «Любовь на Амуре». Да, была еще «Любовь на Амуре», «Свопадение» и «Авиашоу». Но можно это использовать и поинтереснее как-нибудь. Например, телефон на столе. Ваш телефон лежит на столе, а у вас телефон на столе лежит через дефисы вот такие. То есть это вообще идеальный шаблон для чего угодно. Название газеты, название статьи, надпись, не знаю, листовка, визитка, подарок. Что важно, даже название города «Комсомольск на Амуре» — это тоже конструктор. То есть это опять же положилось все в концепцию. Но он даже похож на эту дамбу из людей. Он имеет какое-то сочетание такое визуальное, даже логотипу этой дамбы. Такой похожий. Ну и это опять же про какие-то амбиции, про вызов масштаба страны, то, о чем мы говорили. Город без детского внимания, то есть это, ну, на Амуре есть, допустим, Николаевск. Да, ну и вообще не так уж мало городов, но мы немножко оборзли и отбираем эту конструкцию себе. Да, Амур теперь принадлежит только Комсомольску. Просто мы первые, официально запретарированы. Остальные просто называются, а мы это используем вот таким вот гибким олозом. Давайте следующий слайд. Ну, Костя, давай. Ну, давай, я вступлю. Это то, о чем мы говорили в начале. Портфель брендов подразумевал то, что мы думали, нужно все-таки как-то презентовать какие-то свои сильные стороны, и это каким-то образом нужно визуализировать. Для этого была создана динамическая система, которую вы видите сейчас, чуть позже. Вот сейчас Костя расскажет, как она работает, да? На этапе технического задания вот команда визуализаторов получила уже четкие образы, от смысловиков увидели примеры со зданиями. И это интересный пример работы, потому что здесь художники не выдумывают что-то сами, потому что я лично часто видел. Следующий пример. Проведены исследования. И затем команда отдает работу дизайнеру, дизайнер не вовлекается в процесс и рисует нечто, что в принципе почти никак не соответствует нагрузке и результатам исследований. В данном случае все это на 100% откликается на сами смыслы, которые были упакованы в этот образ конструктора, город Рубика и т.д. Вы, когда выражаете какую-то эмоцию, наверняка пользуетесь всякими разными смайлами, стикерами, смайлами, эмоции и так далее, да? В принципе, можно сказать, что мы сделали примерно то же самое. Мы сделали задел для того, чтобы создавать новые стикеры и смайлы и использовать их во внешнем пространстве. Можно следующий слайд? Они могут быть достаточно разными, многогранными и могут дополняться. Да, они могут быть нанесены на саму эту конструкцию. И здесь только 9 иконок, которые какие-то базовые были взяты. Это на самом деле такое поле для творческих дизайнеров. Да, это опять же конструктор, потому что у этого всего есть четкий. Мы не стали уже сюда это выводить и грузить вас такими сложностями, но у построения таких иконок есть четкие правила, понятные любому нормальному профессиональному дизайнеру. То есть здесь можно очень много сил построить. Да, плотность, сочетание воздуха и заполненности, толщина линий и прочее. Здесь есть определенный язык. Давайте теперь поговорим о том, как это можно использовать в реальном пространстве. Сейчас мы какую-то сумасшедшую фантазию проговорим. Есть.